Приезжал в театр Ленком, им нужна была маленькая девочка. Мама пришла показать, что вот есть у нее девочка, пожалуйста, шестилетняя. Сыграла в этих двух спектаклях. Во-первых, меня, конечно, поразило, как актеры там что-то говорили за кулисами, и они почему-то все время что-то ели. Иванова играл Евгений Павлович Леонов. Евгений Павлович Леонов после спектакля на проворамке мне написал «Маленькой Катеньке большого счастья». Нарисовал мордочку «Мердвежонка», подписался «Винни-Пух». И это как прям такое напутствие мне было. Они приглашали меня в театр на детские роли после этого. Мама моя отказала. «Как так? Меня зовут в театр Ленинского комсомола на роли, а мама отказала. Я прям вообще была в полном ужасе. С тех пор ничего больше не было, кроме того, что я хотела быть актрисой». На киностудию «Мосфильм» требуются там девочки с 7-9 лет, и мама меня возила. Мама меня возила, и все время говорили «хорошая девочка, но как-то не для нас». И в общем, никогда меня не брали, не брали. Потом уже мама меня не возила, потом я ездила сама. Потом вот после 9-го класса. Это был фильм «Уроки в конце весны». Тут я прошла фотопробы, я пришла на кинопробы. Я звоню и говорю «Здравствуйте, я вот такая-то сякая, передненькая Катя». «Минуточку». Проходит минуточку, возвращается. Говорит «А что вы волнуетесь, утвержденная вы?». Я сидела на кровати, я прям свалилась с кровати. Проходит мимо мама, говорит «Кать, ты чего?». Я говорю «Мама, меня в кино утвердили». Она говорит «Да ладно». Я говорю «Да, мама, меня в кино». И мама мне тогда подарила серебряные сережки. Там была сцена, где я должна была быть обнаженной. А мне 15 лет, и вот это для меня был полный ужас. Мы снимали это дело, а потом все дети знали, что сейчас снимается эта сцена. Нам 7-15-16, это же такой, знаете, возраст. Я просто не думала, что это для меня будет таким шоком. Я просто говорить не могла. Мне было так хреново. Для каждой роли ты берешь какую-то свою красочку, да, и ее расширяешь. Потому что для этой роли нужна вот именно такая. Допустим, в «Воре» это была уязвимость и нежность. При том, что во мне жесткости дофига. Но уязвимости во мне тоже очень много. Люди уже привыкли, да, что вот и говорят, что она такая сильная, и ты ей не посочувствуешь. Ну, пожалуйста, хотите, чтобы посочувствовали, сделали. Сделали так, что не сильная, и посочувствуешь. И все сказали «Маша». С опытом, чем больше тебя побьют по жизни, тем как бы больше ты жестче становишься и сильнее. Когда у меня родился ребенок, и это какое-то такое счастье свалилось, я вот не ожидала. Он тебя любит, а как ты его любишь. Все это настолько все настоящее. Сейчас очень скучаю, потому что приехал на съемки, он там остался, в Лос-Анджелесе. Но уже послезавтра полечу. Он ждет подарков. Для меня актерство, в первую очередь, это повышенная чувственность. То есть это не притворство, не это, понимаете, а это повышенная чувственность. Все ты проносишь через себя, но просто вопрос в том, что ты пронес, и все. Ну все. Ну ты же актер, в том-то и дело, это работа твоя. Водитель. Он же, когда домой приходит, он же не сидит за столом. Все, сыграл, сыграл, все, хватит. Поэтому чего? Это твоя профессия, да? Ты должен как-то, пух, встряхнуться и дальше. А на следующий день новый день. Опять сцены. Бывает, что ты просыпаешься и хочешь, а ты как-то нарушил, допустим, позицию. Я, насколько уже заметила, что когда ты спишь на одном боку, а переворачиваешься, то уходит как бы тот сон. А если ты обратно, значит, то есть шанс впрыгнуть в него. Вот если ты проснулся, допустим, перевернулся и думаешь, ай-яй-яй, хочется досмотреть, надо обратно перевернуться. И тогда есть шанс, что ты опять впрыгнешь в этот сон. Я люблю очень сны. Люблю в них впрыгивать, досматривать. Грустно, допустим, грустно, да, там мне там вот расставались мы. Мне грустно, что вообще как-то, почему так произошло, непонятно. И это же не кнопочка выключения света. То есть, к сожалению, любовь, она так не выключается по кнопочке. Не знаю. Не знаю. Может и странно. Любовь, она не одна, и я проживала это не один раз, поэтому я знаю. Ну, может быть, кто-то есть такие, одна любовь. Кто-то есть. Ну и кто-то живет же, как бы, как поженился, так и живет всю жизнь. И, слава богу, здорово. Ну, у меня так не получалось. Поэтому мы теперь как раз вовсю влюбляемся. Мои родители прожили всю жизнь. И папа маму любил, что бы ни было, что бы там с ней не случалось, всю жизнь. Мой папа мне не сказал, что он меня любит, вплоть до, вот, полгода назад. Из него нельзя клещами вытащить. Потому что я знаю, что любит безумно. А вот произнести это слово он не может. Нет, может быть, жить надо полно и любить надо, уметь. И пытаться вовсю, как бы, если это есть, в это кидаться.